МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот что произойдет, если реальное пространство подвергнут геометрическим преобразованиям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преобразования плоскости и пространства могут быть сколь угодно сложными. Сначала мы рассмотрим простейшие преобразования, афинные. Афинные преобразования прямые переводят в прямые, а параллельные прямые в параллельные. Самые простые из афинных, это ортогональные преобразования. К ним относятся, во-первых, параллельный перенос плоскости и пространства. Во-вторых, поворот плоскости вокруг точки и поворот пространства вокруг оси. В-третьих, симметрия плоскости относительно оси. И симметрия пространства относительно плоскости. И, наконец, комбинация этих преобразований. Так, например, последовательно выполняя симметрию и параллельный перенос, мы получим новое преобразование в скользящую симметрию. Ортогональные преобразования не изменяют ни размеров фигур, ни их формы. Применяя ортогональные преобразования, можно построить самые разнообразные орнаменты. Рассказ об ортогональных преобразованиях будет неполным, если не упомянуть об одной особенности симметрии. Если при параллельном переносе и повороте фигуру с ее образом можно совместить с движением, то симметрия меняет ориентацию фигуры. Для совмещения фигуры с ее образом придется выйти из плоскости в трехмерное пространство. Точно так же никаким движением не удастся совместить пространственное тело с его зеркальным изображением, как нельзя совместить правую руку с левой. Вот если бы удалось выйти в четырехмерное пространство, тогда такое совмещение было бы возможным. Итак, ортогональные преобразования сохраняют размеры и форму фигур. В отличие от ортогональных, преобразования подобия изменяют размеры фигур, однако форма фигур при этом сохраняется. ТОМЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Центральное подобие или гомотетия простейшее из всех преобразований подобия. Продолжение следует... При гомотетии расстояние всех точек от центра изменяются в одном и том же отношении. Гомотетия преобразует окружность в окружность. Сферу в сферу. Эллипс и эллипсоид, вэллипс и эллипсоид с тем же отношением осей. Геометрическое моделирование. И фотография — это все преобразование подобия. Таким образом преобразование подобия сохраняют форму фигур. Простейшее из преобразований, меняющих форму фигур — растяжение сжатия вдоль одной оси. Сжатие вдоль одной оси уменьшает, а растяжение увеличивает все размеры в одном и том же отношении. В геометрии растяжение и сжатие относят к одному виду преобразований. Сжимая или растягивая плоскость вдоль одной из сторон квадрата, мы превратим его в прямоугольник, а окружность — в эллипс. Когда ось сжатия не совпадает ни с одной из сторон квадрата, он обратится в параллелограмм, а окружность — в эллипс. Если ось сжатия совпадает с диагональю, квадрат преобразуется в ромб, а окружность — в эллипс. При любом растяжении или сжатии окружность может перейти только в эллипс. Растяжением или сжатием равностороннюю гиперболу можно превратить в гиперболу любой другой формы. Сжатие или растяжение пространства превращает сферу в круговой эллипсоид. От величины коэффициента деформации зависит, будет ли эллипсоид сжатым или вытянутым. Если плоскость или пространство сжать, например, с коэффициентом 1,2, а затем растянуть с коэффициентом 2, то все точки вернутся в исходное положение. Принцип растяжения сжатия взаимнообратными коэффициентами и положен в основу широкоэкранного кинематографа. Это позволяет широкоэкранный фильм снимать на обычной пленке. Более сложное преобразование — одновременная деформация вдоль двух или трех взаимно перпендикулярных осей. В случае равенства коэффициентов деформации вдоль трех взаимно перпендикулярных осей пространство подвергается гомотетии. Гомотетию пространства можно получить, растягивая или сжимая его последовательно по трём осям. Особенно интересен случай, когда коэффициенты сжатия взаимно обратны. Такое преобразование плоскости называют гиперболическим поворотом. Растяжение фигуры в одном направлении компенсируется её сжатием в другом направлении. Поэтому площадь фигур от такого преобразования не меняется. Почему говорят «гиперболический поворот»? Да потому что при гиперболических поворотах каждая точка плоскости движется по гиперболе. Гиперболический поворот можно получить, сначала сжав плоскость в одном направлении, а затем растянув её во столько же раз в другом. А что если подобным образом деформировать пространство? Есть ещё одно любопытное преобразование, которое сохраняет площади и объёмы. При сдвиге плоскости все её точки перемещаются параллельно оси Х на величины пропорциональной ординате. Сдвиг превращает квадрат в параллелограмм, а окружность всё в тот же эллипс. Сдвиг пространства аналогичен сдвигу плоскости. Если ХОЙ плоскость сдвига, то все точки пространства перемещаются в одном направлении, параллельно этой плоскости на величины пропорциональной аппликатам. Любая горизонтальная плоскость при сдвиге скользит сама по себе. Сдвигом куб превращается в косоугольный параллелепипед, а сфера в эллипсоид. Горизонтальные сечения сферы при этом становятся круговыми сечениями эллипсоида. Мы рассмотрели афинные преобразования. Но существуют и более общие геометрические преобразования, которые прямые линии не оставляют прямыми. Одно из наиболее изящных нелинейных преобразований — скручивание. При скручивании одна прямая остается неподвижной. Ее называют осью скручивания. Плоскости, перпендикулярные этой оси, поворачиваются относительно друг друга на углы, пропорциональные расстоянием между ними. Прямые параллельные оси скручивания превращаются в винтовые линии. Листовая штамповка сопровождается сложной деформацией поверхности. Но малые участки заготовки претерпевают афинные преобразования. Точно так же нелинейные деформации пространственных тел в малых участках можно рассматривать как афинные. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, даже очень сложные преобразования в достаточно малой окрестности точки можно рассматривать как афинные. А это дает возможность изучать произвольные деформации тел при помощи теории афинных преобразований. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok